Когда ты больше ничем не можешь взять, ты кого-то поливаешь грязью. Я не верю, это вранье. Ты самый сильный душнила. Изменить нашу эстраду невозможно. I'm stars. I'm celebrity. Классика с возрастом очень взрослит и старит. Там про другое, я задел народ. Когда ребенка, иди сюда, я сказала. Мне не нужны грязные просмотры. Только попробуйте, не поставить лайк стразикам. Не мне, стразикам. Всем привет, меня зовут Константин Анисимов, это ОК на связи. И сегодня мы будем препарировать на молекулы моду, стиль, культуру, разбирать тренды и предсказывать будущее. Потому что у нас в гостях Влад Лисовец. Привет, Владислав. Ты начал с таких сложных слов, что... Давай опустимся ниже сразу. Давай по-простому. Я хорошо. Че как? Мода тоже хорошая. Мода тоже хорошая. Стиль тоже прекрасная. Ты как зашел, я взгляд от галстука оторвать не могу. И как сорока, вот свои туда лапки. Это же специально было так задумано. Завлекалочка. Ты знаешь, вопросы задаю не только я. Присылают зрители в нашу группу в Одноклассниках. Вопросы также могут задать гости в студии. Но начну я все-таки со своего. Значит, готовясь к интервью, я нашел какое-то количество списков от Влада Лисовца. А чаще всего эти списки о том, что оставить в гардеробе, что выкинуть из гардероба, а про что забыть, что положить на антресоль и так далее. Давай сопоставим. Есть ли вообще правда ли, что ты эти списки составляешь? Ну, я-то знаешь, на самом деле интервью часто переворачивают. Я потом сам так открываю. Нужны громкие заголовки. Но мне правда звонят и спрашивают. Вот типа 24-й год, что нужно оставить в 23-м? Сейчас ближе к концу. Каждый день буду звонить. Причем самое удивительное, что все спрашивают, но никто ничего так с 61-го года не оставил. Понимаешь, все так в этом выходят. И все спрашивают, все интересуются, но как выходишь на улицу, такое ощущение, что никто ничего не оставляет. Вот, так что поэтому правда, да, спрашивают и потом делают вот такие вот списки. Давай, вот сейчас мы прямо будем давать установку. Что оставить в этом году? Вообще, что можно сжечь? Нет, 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 сжигать ничего не надо. Сейчас такое положение, знаешь, когда каждое... Каждая ботинка на вес золота. Так, что оставляем в 23-м, не берем в 24-м? Оставляем для спорта и для прогулок с ребенком и с собачками спортивную обувь. А уже ходим в более элегантной. Вот, это, наверное. А все остальное там есть и узкие брюки, и широкие, и кожа, и замша, и оверсайз, и уже больше по фигуре силу. Не надоел ли оверсайз? Оверсайз надоел, но он очень удобен иногда, когда тебе нужно выглядеть вроде как собрано, но при этом не супер элегантно. Чтобы не переборщить, очень помогает большой пиджак черный. Он всегда выглядит, с одной стороны, собранный образ, а с другой стороны, ты так немножко... Можно плюхнуться, да? Да. И это очень удобно, и это еще есть. Это еще есть. А тогда антитренды, вот то, что вот все, хорош. Антитренды, косички на волосах, которые все плетут, особенно перед отъездом на Черное море. Ну, мне кажется, там уже приезжают, и там... Нет, там нет. Многие прям подготавливаются уже заранее, потяжку глаз делают, потому что... Вот. А косички, ну, это вообще на самом деле никогда не было трендом. Это удивительно. Мне кажется, когда вот нулевые были, когда вот пошел R&B, вместе с R&B рванули эти косички. Немножко... Ты понимаешь, в каждом направлении есть топ, середина, и вот, знаешь, кто пользуется уже такими... Знаешь, вот так посыпешь галстук, и вот с него так несколько стразик упадет, и там вот собрали, прилепили. Вот это вот про как раз... Про косички. Не было никогда этого, никогда не было на подиуме. Этого никогда не было много у модных R&B-певиц. То есть есть модные, а есть такие прям попса, знаешь, прям совсем простые. Поэтому вот... Где продюсер говорит, какая прическа должна быть? Ну, где продюсер говорит, что это зайдет. Ага. Ну, как бы, и тебя будут крутить, и любить большое количество людей. Вот, соответственно, есть тренды, кстати, которые очень быстро заходят в народ, и очень быстро становятся популярными. Как сейчас брюки карго с накладными карманами. То есть... И вот отцы, которые говорили, а я с 2002 года в одних и тех же хожу. Да, я, нет, с 1974 на рыбалку я в них езжу. Ну, то есть карго не обязательно должны быть хаки, они могут быть черные, могут быть... Они могут быть любого цвета, но вот это те брюки, которые очень быстро, так же, как косички, вот влетели в моду. И так же быстро... Ни одного модника ты в них не встретишь. Я и думаю, где боковые карманы? Они у меня были 4 года назад. Оу, недолго. Слушай, а вот отгремели вот эти показы «Недели мод». Мы следили, кто во что гораст, кто смотрел через аккаунты русских звезд, которые там оказались. Кто-то прям садился и отсматривал, значит, листая каждый лук, каждый показ. Вот на каком уровне ты смотрел за неделями моды везде, где они прошли? Ну, не на телеканале «Домашний» я смотрел, конечно. Я смотрел... Слава богу, на самом деле, мы живем в такое время, когда, ты знаешь, очень... Ты смотришь сам финал, потому что очень долго, 15 минут показ, 16, ну, нет столько времени просмотреть. И ты смотришь всегда в финал, кто-нибудь выкладывает финал, причем с большой скоростью, когда я человек-профессионал, и сразу так, типа, о, вот это надо пересмотреть. Пауза. Да. На самом деле, я так же, как и все, наверное, смотрю в телефоне. А объем? Ну, вот сколько ты потратил, чтобы отсмотреть? Ты знаешь, я не называю это тратить, я называю это вдохновение. О-о-оу, я тоже так буду теперь... Потому что на улице... Не потратил 10 тысяч рублей, а вдохновился на 10 тысяч рублей. Не потратил гигабайты, а вдохновился. Вот, поэтому я смотрю это, потому что это вдохновение. На самом деле, это расслабляет мозг, раз. Это разрешает мозгу примерять на себя странные иногда вещи, потому что все люди, как правило, выглядят одинаково, да? И чтобы прийти, допустим, к широким брюкам, ну, я мало сейчас назову пацанов. Правда, ну, правда. Я мало тебе назову пацанов, кто носит вот такие широкие брюки. Потому что для всех это... Это первое комментарие обычно в социальных сетях. Ой, вы как дедуля. Как дедуля. То есть у людей сразу ассоциация с чем-то из прошлого. Ну, так мода, она на то и мода, что она возвращается периодически. Значит, смотри, а еще вот эти вот, понимаешь, порой даже не то, что показали на показе, а кто пришел на этот показ. Больше это уже людей цепляет. Когда наши приходят селебрити, когда селебрити, которые редко где-то появляются, приходят на какой-то модный дом посмотреть в тотал-луке уже. Это ярмарка Вячеславия не сбивает от сути показа. Понимаешь, сейчас фэшн это бизнес в первую очередь. Сейчас все бренды, абсолютно все, ушли от творчества. Осталось 2-3 бренда, кто думает о стиле, о направлении, о характере и о бренда, о харизме. Этого уже нет. Всем нужно продаваться. Это стало абсолютным бизнесом. Поэтому неважно, что в прошлом ее называли безвкусной, никто не хотел ее печатать. Сейчас у нее 100 миллионов. И хочешь не хочешь, чтобы все во всем мире увидели, что у такого-то бренда был показ, ее приглашают. Она, как правило, не всегда хорошо одета. Она не то, чтобы суперстиль. Но потому что человек суперстильный не может стать суперпопулярным. Это невозможно. Джаред Лето. А он не суперпопулярный. Вы знаете Джаред Лето? Его знают все. Но он актер еще потрясающий. Он потрясающий. Он стал известен скорее своим ролям в кино. А если мы берем тех, кто появился из социальных сетей, то это люди, которые очень отображают народ во всем мире. Не то, что в России, во всем мире. Они понимают, что у них тоже такая же большая попа. И они тоже ее куда-то должны втиснуть. Они понимают, что у них тоже рост не супер, не метр восемьдесят. А она тоже метр шестьдесят два. И ей нужно как-то с этим жить. И вот эта женщина... Что я такого скажу? Ты угадал чей-то рост сейчас. Да. Я вообще, в принципе, ясновидящий. Вот. Соответственно, это отображение. Как бы повела себя девочка или парень простой, если бы он разбогател? Он бы налепил на себя все бренды. Да, конечно. Сразу. И, соответственно, вот этот человек в социальных сетях, увешанный, часы золотые, ее поведение, вот это вот все, понимаешь? Вот такое. Это все отображение людей, когда... Боже, если бы мне дали деньги, я был бы таким же. Никто бы не нарядился бы в черный красивый костюм. С изящным галстуком. Да. И вот никто... Сразу надо всему миру показать, что ты есть. Ресницы в три слоя наклеить, брови нарисовать прям вот так, чтобы было видеть. Понимаешь? И, соответственно, все эти люди, они становятся очень популярными. Поэтому не нужно путать стиль, моду и популярность. Это немножко разные вещи. Самые модные бренды, они не супер популярны. Самое популярное блюдо – это доширак, на секундочку. Ну, наверное. Как мне кажется. Борщ. Оливье. Это уже... Кипяточком не заваришь. Извините меня. Наши любимые пельмешки. О! Как вы с тобой... Смотри, секунду. Жареные или отварные? Я их не... О-о-о-о! Не, ну я... Нет, на самом деле, жареные – это вообще странно. Это какой-то извращенный. Да нет. Ну так пирожки попроси маму, она пускай тебе сделает. Зачем? У меня... Ну ладно, у меня мама в Гуанчжоу живет. Как я думаю, мама в Гуанчжоу тебе пришлют этот доширак. Обычная программа, я же не мог прийти вот прям в пиджаке и в трусах. Вот. Я все-таки не Бейонсе. Или... Пока. Да, но мы ее тоже ждем. Бейонсе, приходи на окна связи. Так, еще показали нам мишуру вот такую, которую мы обычно на елке бежим. Да, блестящую очень много. Давай посмотрим, что нам предложили. У нас есть несколько фотографий. Будьте добры, фото. Вот, смотри, вот внизу такая вот бахрама. Бахрама. Это торговая... Это вот тоже, посмотри. Это вот... Либо на елочке такая висит. Дождик. Дождик. Ты уже забыла. А я вот советский ребенок помню. Дождик. Да, в магазин заходишь, она такая... Дождик. На окне такая... Почему дождик, хотя морозно говоря? Ну, зимы бывают разные. Это гуд. Вот то, что мы сейчас посмотрели. Да, и на самом деле это, знаешь, чуть-чуть откидывает нас в 70-е, потому что бахрама все-таки из конца 60-х, 70-х. И тоже появилось... Я сейчас тебе тоже объясню такой интересный момент. Брендам нужно как-то выделяться. И нужно придумать что-то новое. Этого давно не было. И... И все в один раз выстрелили этим? Не все. Там три или четыре бренда, у кого это появилось. Ну, это уже много. Да, это уже говорит о том, что это действительно тренд. А будет ли такое, что все остальные подтянутся за... Вот этими дождичками? Уже будет поздно, потому что этот тренд очень быстро выйдет из моды. Такие вещи быстро надоедают. Это вот как карго. Это вот... Та же самая... Да. То есть в сезончик мы походим, и дальше уже будет... Стразы не выйдут. Никогда, потому что нам нужен праздник. Всем. А норм ли для тебя вот девушки... Ты уже сказал, что беговые кроссовки мы там выбираем, но вот норм. Нет. Платье и беговые кроссовки. Я такое много раз видел. И ты уже говоришь про старый тренд. Это уже... Это же старый. Я же сказал тебе, кроссовки надо оставить уже... Все. Сегодня кроссовки для удобства... То есть как... они вообще и были придуманы. А сегодня больше элегантная обувь. Не то, что больше, а только элегантная обувь. А вечернее платье и сумка-шоппер к этому кофе. Я пришел, знаешь, я пришел вот так, и у меня прям вязаная, как советская, большая... Да, я видел. Это такой мешок. То есть для того, чтобы уравновесить, чтобы образ не был супернарядным. Потому что если у меня будет еще какая-то очень красивая барсетка, лаковая, то это такой чуть-чуть нарядился. А эта сумка... Ах, так ты только как сказал, я сразу захотел себе такую лаковую барсетку. Вот сюда бы она тебе подошла. Все. У тебя уютный теплый образ, и тогда эта барсетка давала бы акцент лакшери. А в моем случае, когда я уже переливаюсь красивый, роскошный, понимаешь, я же должен показать, что я из простого народа. У меня сумка плетеная. А теперь смотри, вот ты так говоришь. А вообще мне кажется, что запретов нет, потому что в тренде было, по крайней мере, носки и шлепки. То, что мы видели... Осталось. То, что мы видели на пляжах Черноморского побережья. У меня в социальных сетях. У меня можешь это увидеть. Да. Причем белые носки, коричневые на маленьком каблуке. Но это не резиновые. Вот тут фишка какая. Есть резиновые, вот когда такие удобные для рыбалки. А у меня как будто бы это туфельки. То есть это каблучок, это рыжая кожа, белые носки. Это немножко, опять-таки, добавляет... Образ не должен быть вылизанным. Тогда он скучный и неинтересный. Дырочка на носочке такая. Ну, если у тебя был веселый вечер, то, в принципе, да. И не одна даже дырочка. Но я на веселом... Я даже представился несколько веселых вечеров, куда бы я заявился в таком образе. Так, ну смотри. Дырочка, это хорошо всегда. Слушай, а если вот нам дизайнеры скажут, возвращаем плюшевые костюмы со стразами, что будем делать? А я не удивлюсь, если это... Плюшевые куртки в моде уже где-то, наверное, ну, лет 5-6. Просто еще украсить стразами, но это надо быть супермодным человеком, чтобы это не выглядело похабно. Потому что плюш и стразы вместе, это уже такая близко к похабности. Ну, тут нужно смелости еще набраться. Нужно быть модная стрижка, оптика, обувь, поведение должно быть соответствующее, такое очень свободное, легкое. Тогда это будет выглядеть нормально. И, конечно, до 65. Во, и у нас, смотри, у нас есть вопросы. Я прям прочувствовал, да? Да, там тоже есть такая боль, так скажем. Вот, например, Оксана спрашивает. Владислав, мода циклична? Да. Скажите примерно, через какое время она повторяется? Сейчас очень стало быстро. Сейчас где? Вообще 15-20 лет, если мы берем эпохи. А сейчас, я думаю, что еще лет 5, и это будет, ну, 7-8 лет. То есть люди будут показывать, сразу выводить на позиум то, чего нет на улице, чтобы немножко ломать картинку. Ничего не выбрасываем из гардероба? Ничего не выбрасываем. Через год будем самые модные на районе. Ну, не через год, конечно, но год лет, через 5 точно. Я, например, достал свои джинсы из чулана. Две пары, которые, ну, слава богу, не выбросил. Тут прям, прям все идет, прям вот про вопросы. Вот сейчас, сейчас такой вопрос. Интересно узнать про мужские головные уборы, пишет Владимир Сидельников. Что в моде? Потому что холодно уже, нужно оставаться здоровым. Когда холодно, не надо думать про моду. Когда холодно. Вообще. Ну, то есть это вещи, почему, в принципе, в России и стильных людей меньше, и менее стильно одеваются. У нас климат другой. И у нас сложно. У нас еще такое генетически заложено, что только шуба спасает. Все остальное, это как бы не греет. Вот особенно женщины, когда, ну, когда удачно вышла замуж или получила зарплату хорошую, она сразу как-то к шубе тянется. Это у нас в крови. Вот. Поэтому это тоже неправда. И, соответственно, у нас зимой стильно выглядеть очень сложно. Сейчас есть хороший такой трюк, который я очень часто предлагаю. Это иметь тонкий пуховик. Прямо по фигуре. Удлиненный. Прикрывающий, как бы, не колено, конечно, но пятую точку точно. И вот, имея такой пуховик, не как вот оверсайз было модно последнее, а наоборот, тонкий пуховик, имея такой пуховик, вы можете носить сверху все, что хотите. То есть клетчатое пальто, шарф. То есть у вас сверху какая-то одежда такая, ну, типа, вы стиль, а внутри вы как бы обороняетесь от мороза минус 25. Идеально. Все записали, пометили. Так. Вот. Хотелось бы узнать, пишет Евлампе, что лучше, в принципе, носить женщинам 60+. За модой как ты не успеваешь? Может, лучше классику? К сожалению, у женщин 65 или 60+, классикой они называют ту моду, в которой они остались, в которой они вышли замуж. Счастливые моменты все запоминают. Вот она встретила мужчину, у нее была прическа Аврора. Прическа Аврора. Аврора. Ну, Хризантема Аврора, неважно. В общем. У меня еще есть прическа такая, грустная Хризантема. Грустная Хризантема? Нет, Хризантема в печали. Это когда сзади вот здесь хвостики висят. Здесь так все, знаешь, такими вот иголочками. А сзади? А сзади так чуть-чуть трамплин. Это Хризантема в печали, я называю. Вот. Поэтому очень часто женщины в счастливый момент своей жизни, они в нем остаются, потому что боятся, что если она поменяется, мужчина уйдет. Разлюбит ее? Уйдет, да. Он влюбился в нее, она была вот такая. И она держится из последних сил. Двумя руками за это Хризантема. И руками-ногами даже чаще. Руки уже у нее, она суп варит. Она ногами держится. Вот. И она начинает воспринимать это за классику. Что вот ее наряд, это вот классический. На самом деле, классика с возрастом очень взрослит и старит. Не побоюсь этого слова. Поэтому, наоборот, джинсовая рубашка, джинсовая юбка и клетчатая пальто в 60 лет, вот женщина сразу минус 15. И особенно поменять прическу. Особенно поменять прическу, и улыбаться. Потому что улыбка дает легкость лицу. А с возрастом, из-за ситуации, муж позвонил, на работе что-то случилось, ребенок в школу пропустил, или внук там, не знаю, что-то сделал. В 65-е это уже внук? Правнук. Это внук приехал на мотоцикле за бабушкой? За бабушкой, бабушка должна на него сесть и поехать. Довольная. Да, улыбайся. Улыбайся. А не вот это вот. Да-да-да-да-да-да, ты упадешь, да-да-да-да. Вот. И вот это у нас классика. И это очень взрослит. Поэтому легкость. Внук захотел на гитаре играть. Да. Пошла, купила себе джинсовую рубашку. Здесь расстегнула. Бусики, помада, прическу вот эту свою хризантую ему чуть-чуть прибила. Вот. Прибила. Жанна Григорьева, просто вот мы идем по твоим предсказаниям. А я не сновидящий. Пишет, какие вы посоветуете прически, в скобках, стрижки женщинам после 50? Коротко не стричьте, ни в коем случае. Вот очень коротко. А почему такое желание женщинам за все почему-то вот эту бобрика или какую? Считается, считается, что это молодит. Считается. Но они все ходят, большинство выглядят как Арнольд Шварценеггер в первом Терминаторе. Да. И, к сожалению, они не понимают, что овал лица уже опускается. Он начинает грустить, понимаешь, чуть-чуть. И, соответственно, бритые виски это очень сильно выдают. Поэтому должно хотя бы 2-3 сантиметра, чтобы вот была такая легкость. Но вообще на пальцах очень сложно объяснить. Ты говорил про грустное лицо, подхватывая вопросом от Татьяны Завариной в девичестве Желева. Почему я грущу? Да. Спрашивает мне Татьяна. Стоит ли пользоваться тональными кремами или кремами, чтобы скрыть возраст? Нет. И им нужно пользоваться для того, чтобы была ухоженная кожа. А ничего скрывать не надо. То есть это будет нести за собой очень плохой результат. А все, что вы делаете для того, чтобы что-то скрыть, это всегда приводит к провалу. Когда вы делаете, потому что вы просто ухаживаете за собой, ничего не скрывая, ни от кого, а тем более от себя, у вас все прекрасно. Тональный крем это способ придать коже здоровый, симпатичный, ухоженный вид. Мы живем не на солнце. Мы, у нас климат немножко другой. Да, я уже об этом говорил. И, соответственно, вот легкий румянец, ухоженная кожа. Я на всех своих мастер-классах, кстати, говорю, что в первую очередь неважно, даже если вы, сейчас вообще в столице вообще не пользуются мейком. Очень многие. Но я все равно объясняю, что уставшее лицо, кислорода мало, люди мало отдыхают, много работают, синяки под глазами, взгляд грустный, понимаешь. И если женщина чуть-чуть приводит кожу в порядок, чуть-чуть, сразу другой вид. Одежда по-другому выглядит, прическа по-другому выглядит, настроение другое, люди тебя по-другому воспринимают. Осаночка. Осаночка. И есть уверенность в себе. Поэтому есть прозрачный тональный крем, который подходит для дня. Есть вечерний, более плотный. Если вы знаете, вы идете, там будет темно, то можно прям как... Ну, в принципе, сейчас в 4 часа уже темно. Уже темно. А есть города, где вообще светло не бывает. Поэтому берем. Там можно с фосфором. Это аналочку. Только фонариком снизу не светить, чтобы еще ужасы не наводить на людей. Поэтому момент, я гримируюсь, я делаю что-то, чтобы скрыть... Я еще раз повторюсь, возраст скрывается легкостью. Любая женщина, кто улыбается, кто разговаривает доброжелательно, вы никогда не поймете, сколько ей лет. А вот есть наоборот. Я не могу понять, сколько лет женщине, то ли ей 30, то ли 40, то ли 80, а тетями становятся. Вот, например, я там встречаю иногда. Это основная, да. Вот что делает вот женщину, тетей? Вот что ей нужно... Соревновательный эффект, во-первых, очень многие соревнуются. Во-вторых, мы все забиты родителями. очень мало семей, где детям разрешают одеваться, как они хотят. Мать всегда знает, я лучше знаю. И они все как мама одеваться начинают. И вот эта вот шаблонность, девочка не должна, мальчик не должен. Вот это вот ограничение. То есть это травма, которая решается, мы с тобой не решим, и так ее не решишь. То есть это очень много ограничений. Эти девочки вырастают, становятся женщинами, плюс не бог есть какой-то достаток, когда женщина начинает зарабатывать. Вот послушай, вначале ты начинаешь свою бедность прикрывать сумками и так далее. И ты думаешь, что если ты стала похожа на серую тучу, громоздкую, такая, то ты при этом люкс. И это, к сожалению, абсолютный тренд. Потом ты вот часто же встречаешься, ты же, ну, как бы башь в ресторанах вот это. Да, иногда ты заходишь и тоже сидят женщины и смотрят на всех как-то. А я думал, только на меня так смотрят. На меня они так не смотрят. Меня уже это спасает. А в целом, вот это, знаешь, вот это разговор с официантами такой, близгливый. Это все такое в бескультуре и зажатость с родителями. Потому что все идет от семьи. Если в семье разрешают, если с ребенком все время улыбаются, если он говорит, я хочу это. И если ему по-доброму объясняют, почему ему это не нужно. По-доброму. Не просто нельзя. Я так сказала, я решила. А сейчас, как правило, очень часто, сейчас вот новое поколение, им, конечно, лучше, проще, потому что родители уже полегче. А так, в целом, запреты. Очень много запретов. И, соответственно, поэтому мы видим на улице мало слабых, смелых людей. Больше людей, которые не хотят выделяться, чтобы, знаешь, не обращать на себя внимания. Вот. Поэтому эти девушки, купив первую свою сумку за 100 тысяч рублей, у нее жизнь удалась. Я просто сейчас захотел счет попросить, как будто я в том самом ресторане, где вот сидят вот такие. Это классика. А какие-то... Недоброжелательность изначально. Причем, ты знаешь, это комплекс. Проблема в том, что если подойти к этим людям и начать с ними разговаривать, они на самом деле нормальные, хорошие, добрые. Но защита срабатывает, чтобы никто никогда не узнал, что раньше она стирала в алюминиевом тазу. Она думает, что таким образом, а сразу ей 20, а она выглядит на 45. Это придает тяжесть, потому что любой человек, особенно девушка, легкость. Здравствуйте, как дела? То есть я правильно понимаю, что не конкретные вещи, надетые на человека, а вот именно поведение влияет на то... Вещи тоже. Если человек примеряет на себя вещи вместе с сцеником, ну, то есть, понимаешь, она прям вот примерила на себя жакеты, и думает, 200. Все. Понимаешь, ее раздувает, эго раздувается. Потом майка еще, 32. Обувь. Понимаешь, подруга привезла из Парижа. Там даже ценник уже не важен, потому что из Парижа. И она особенная. Все. Но особенность же, она изнутри идет, этот в магазине купить можно. К сожалению, они этого не понимают, что особенность – это наша индивидуальность, это наша улыбка, это наше умение быть коммуникабельными, доброжелательными. Но, к сожалению, нам этого в детстве не рассказывают, и никому не рассказывают. И нет у нас таких вузов, у нас есть пара экспертов, которые могут об этом сказать. Один даже эксперт. Об этом нигде не говорят. Тогда поговорим еще о тебе. Ты так часто меняешь образы, за тобой не угонишься. Но вообще сейчас у нас будет загадочная история Бенджамина Лисовца. Прямо сейчас по фотографиям. Мы будем тебе показывать фото. А я буду говорить, под чем я был. А я буду говорить, что со мной было в этот момент. А в каком году это произошло? Я не угадаю. Итак, первая фотография. Можем методом исключения двигаться? Сейчас вы меня в краску будете. Попробуем. Первая фотография. Я не люблю смотреть свои фотографии. Итак, вот фото. Это не так давно. Не так давно. Очки, спортивная куртка. Это значит лет… Сейчас скажу. Это тогда лет 5-6 назад. Абсолютно верно. 6 лет назад. Я по моде. Вот видишь, что я… Я трендер. Потому что, допустим, я, например, когда мне говорят, фильм такой-то, я говорю, да, он же вышел вот недавно. Я смотрю там 2011 год. По фильмам та же самая история. Здесь по тряпкам. Здесь по тряпкам. Как бы квартира и еще кухня соседа. Это двухкомнатная квартира, да, с лестничной площадкой. С лестничной площадкой, да. И чуть-чуть еще соседа захватит. Ну, понимаешь… Я понимаю, что у тебя это работа и офис, по большому счету. Или, скажем так, это склад у тебя. Как ты вот… Склад. Склад. Да. Хорошо. Офис. Следующая фотография. Офис у меня в салоне красоты. Да. А это склад. А это склад. Для тряпочек. А вот это в каком году было? Ой. Это лет, наверное… Это, мне кажется… Сейчас, сейчас, сейчас у нас есть похожая фотография с Жанкой Фриске. Я такой же прической, соответственно. Ой, подожди, я же еще плохо… А что у меня там? Конфеты, что ли? У тебя там… Конфеты. То есть я всегда цветы… Брошь. Я всегда цветы. Цветочная. Так. Лацкая. Это, наверное, лет одиннадцать назад. Одиннадцать? Двенадцать. Примерно. Сколько? Это 2009 год. 2009 год. Сейчас 23-й, это я 14 лет назад. Да. Двенадцатый. Но там два года можно пройти. А вот эта фотография в каком году сделана была? Опа. Господи, как будто птенец попугая. Никогда не думал, что это птенец. Посмотри, пожалуйста. Просто у меня… Ты можешь такой же… У меня в кафе живут Амадины, и у них рождаются дети. Вчера у них родились малыши, выпали из гнезда. И мне прислали… Мне прислали видео. Я теперь понимаю, почему мне Амадины нравятся. Боже. Это ты. Слава богу. Еще мне все говорят, как вам идет короткая стрижка? Постригитесь. Вот это вот мне идет? Не, ну правда идет, согласитесь, это же круто. Ой, я не понимаю. Боже, во имя. А какой год? А какой год? А какой год? Я даже знать не хочу. Я знаю. Это лет 15 назад. Это тот же год, это тоже 2009-й. Это до перекиси водорода. Да. Где ты был птенцом. А теперь вот эта фотография. Бабах. О, это. Это Мадонна, видите? Да, да. Здесь мне… Вы представляете, я всегда был в тренде. Здесь мне 16 лет. Это последний курс колледжа на парикмахера. Значит, я туда пошел, это 8-й класс, 9-й. 10-й. Это по старому календарю, я считаю. А долго ты сомневался вот с профессией? Нет, нет, нет. Я сразу решил, что пойду. Это, ну, мне здесь 16-й. Это 87-й, где-то 86-й год. Это 87-й год. Идеально. И финалочка. И финалочка. И финалочка. Это детская моя фотография. Эта фотография. Это я зимой на мопеде, я сумасшедший. Это я зимой в хорошем. Да, я, кстати, хотел подчеркнуть. Зимой в хорошую погоду я на мопеде. Это, судя... Подожди, я не могу понять, что за пальто на мне. Не могу понять, что за пальто. Жарф у меня этот есть. А пальто я не понимаю. То ли это искажение, то ли я совсем уже ничего не вижу. То ли ты в чужом просто поехал из кафе. Забрал хорошую вещь. Я не пойму, это чебурашка или это... Год. Год. Но пускай это будет... Это не так давно. Пускай это будет 6-7 лет назад. Это 2016 год, а именно... А именно, март месяц. 23 марта. Вот давай мы все сейчас фотографии покажем. Подожди, я сказал 7 лет назад, 16-й, а ты говоришь какой-то... 16-й, да, абсолютно верно. Ты сказал не справишься, ты все фотографии угадал, когда сделано. АПЛОДИСМЕНТЫ Владислав, секунду, мы сейчас прервемся. Я готов уже задать следующий вопрос, но это будет после небольшой паузы. Одноклассники обновились. Теперь любое увлечение – это ок. Можно увлекаться садом, но сбежать из него в путешествие. Можно съесть чужого коня, но оседлать своего. Можно занять привычную позу у плиты, но освоить новую на йоге. Одноклассники – это десятки тысяч интересов и миллион людей, которые их разделяют. Мои увлечения – это ок. Так, сколько времени у тебя уходит на поиск интересных образов? Или не бывает? Не бывает. Не бывает. Это было бы очень сложно для меня. Дело в том, что одежда для меня и для любого человека – это должно быть удовольствие. Когда вы начинаете продумывать... У меня сегодня был вопрос только с ботинками. И правда, ну то есть мне либо на... Просто тут был комментарий у меня как-то один. Мне написал мужчина 40-летний, а может даже 45-м. Он такой обычный, знаешь, смотрел вас по телевизору. Он мне там оскорблял меня, писал мне очень неприятные вещи, но фишка вот в чем. Он говорит, смотрел вас по телевизору, он не пишет ни про что. Он написал, что как можно вы стояли в ботинках на каблуках. То есть его задело... Его не задели волосы, мой внешний вид, ничего его не задело. Его задели мои ботинки вот на таком каблуке. Лаковые. Так. Красиво. Он очень красивый. И он возмущался. Я думал, сегодня в них прийти. Ну как бы... А мужчина? Вы где? Люблю, когда пишут. Типа мужчина, это вам. Вот так. Люблю, когда пишут. Но черные суда были слишком идеально все. ЧБ полностью. И я сам сомневался. Это вот, кстати, к вопросу, что мы все живые люди. Обязательно нужно чье-то мнение. То есть я стоял перед зеркалом и понимал, что это два абсолютно разных образа. В рыжих я более хулиган, а не остроносые. Это больше рок-н-ролл. А в Лаковых и вот на таком каблуке это такой немножко большой театр. И это единственное, о чем я думал. Все остальное я просто подумал, в чем пойти в программу ОК? Это все-таки разная аудитория. Это люди, которых не надо пугать приходить. Это не канал про моду, про сумасшествие. Поэтому надо быть максимально, и стразики им точно понравятся. И они точно поставят лайк. Только попробуйте, не поставить лайк стразикам. Не мне, стразикам. Вот. И, соответственно, я никогда... То есть я понимал, что... Я вчера понял, что я приду к тебе в чем-то очень сдержанном. Если это можно назвать сдержанным. Это можно назвать сдержанным. Отлично все. Все отлично. Ты понимаешь, кожа чья... Но, вот твои образы активно комментируют. Я уверен, что уже под этим видео огромное количество комментариев. Особенно про волосы будут. Про волосы, про все остальное. Остальное я про волосы еще спрошу. Но от тебя вот не дождешься резких комментариев в адрес наших звезд. Нет. Это не... Потому что это некорректно. Это некрасиво. Слушай, но есть люди, которые на этом делают миллионы просмотров. Цитируемость во всех... Мне не нужны грязные просмотры. Я не люблю грязную популярность. Я... А неужели у тебя нет такого желания? Я сейчас тебе объясню. Я сейчас тебе объясню. Я занимаюсь только тем и делаю только то, что можно изменить. Изменить нашу эстраду невозможно. Они соответствуют, соответствуют вкусу большинства. Кому мое мнение интересно? Для того, чтобы одеваться... Я сейчас буду говорить такие вещи, когда могу... Что значит мнение Владислава Лисовца никому не интересно? Подожди. Чтобы выглядеть модно... Господи, меня прости. Сейчас скажу такую вещь, которая может быть... Ну, будет обидно, но это правда. Я человек честный. Надо иметь лицо. Чтобы носить что-то ультрамодное. Чтобы носить ультрамодное, надо иметь мейк модный. Стрижку модную. Надо вести себя по-другому. А когда ты... Когда ты... Не получится. Ты примеришь на человека модное. И это будет выглядеть просто вот так. Поэтому люди зарабатывают, они популярны, их любят. Я не вмешиваюсь. Я не то, что не имею права, это просто не имеет смысла. Одно дело, когда человек всегда выглядел хорошо, и какой-то его образ неудачный, все поржали, что я делаю тоже иногда специально. Ну, потому что это такое оживление, чтобы... Ой, а-а-а, как вы выглядите. Потому что у нас хвалить не любят. У нас очень любят обсуждать. Поэтому иметь такую популярность, я считаю, что это слабость. И я считаю, что это... Когда ты больше ничем не можешь взять аудиторию, ты кого-то поливаешь грязью. Я умываю руки, я не осуждаю никого, я не хочу ничего комментировать. Человек популярен, он блестит, переливается, как дискобол. Весь в логотипах. Помнишь, мы с тобой вначале сам говорили? Весь в логотипах. Ну, потому что многие бы, если бы заработали денег, разбогатели, они выглядели бы так же. А не как я. Ну, а кухонных... Можно было и поаплодировать. Их вы дали. Ну, то есть у тебя нет даже кухонных разговоров никаких. Вот если сейчас камеры бы выключили, ты бы... Конечно, я могу сделать скриншот, послать своему директору... Нет, нет. Я-то циник и сноб такой. Вообще никому не снилось. Просто это надо контролировать. И я, естественно, увидев в телефоне... Ну, ты что? Ну, то есть тебя можно будет... Я отправляю директору и пишу «Доброе утро». Я проснулся. И начинается там... Да, я напишу «В новое сегодня в ударе». А вдруг директор возьмет и соберет книгу. Может быть, тебе стоит это сделать? Ты знаешь... Нет. Это... Ты знаешь, это личное. Это то, что происходит между нами. И это не всегда будет понятно большому количеству людей. У нас... Мы говорим на одном языке. У нас похож вкус. Мы оба это делаем не со зла. Это просто продолжается жизнь. Потому что я не признаю людей, у которых всегда все хорошо и все хорошее. Я не верю. Это вранье. Да, прекрасно выглядит. Ой, шикарно. Не верю. Всегда там есть что-то... Кирпич висит сзади. Так не бывает. Поэтому я честен. Я не делаю это в открытую. Потому что я не имею права. Но я когда увижу... Ну, прямо супер. Сейчас где-то поперхнулся один Рогов. Вот прямо сейчас. Ты когда сказал, я это не делаю в открытую. И человек у ноутбука. Вот так сделал. Ну, видишь, кто-то делает, кто-то нет. А ты согласен с его обзорами? Смотришь? Я не смотрю. Я вообще ничего не смотрю. Так, подожди. А работу своих коллег-стилистов, вот, например, Иду Галич, который Олег Горчанин надевает, или Бородину... Ида выглядит, кстати... Я Иде всегда делаю комплименты. А незнакомым людям ты делаешь комплименты? Вот в кафе... Я на улице ко всем подхожу. Причем для меня не важно, мужчина или женщина. Прямо ко всем... Идешь и... Я понимаю, что в России... Мужчины, подождите, не садитесь в троллейбус, я вам расскажу. Я могу подойти к взрослому, молодому, извиниться и сказать, извините меня, пожалуйста, я понимаю, что мы в России. Говорю, извините меня, пожалуйста, я понимаю, что вы можете сейчас воспринять это не очень правильно, но я хочу вам сказать, что вы очень красивы. И мужчины, как правило, очень стесняются, но говорят спасибо. И всегда говорят, я хотел вам сказать то же самое. И потом он... И потом он бежит... И женщинам на улице... Да, я вчера был на дне рождения, была пара, ему 65. Ей 18. Нет, это классическая пара, ей тоже много лет. Она не девочка, так скажем. Но она невероятной красоты, у нее фантастическое поведение. Она была в леопардовой шубе. А пела ли она шальную императрицу? У нее было каре такого рыжего цвета, кудри мокрые. И она улыбалась. Я прям подошел и сказал, что вы сегодня весь вечер, мое вдохновение. Потому что женщина... Там было очень много красивых людей. Но когда женщина в возрасте, назовем это не молодая женщина, а зрелая женщина, сохраняет в себе такую красоту, за это невозможно не уважать человека. Потому что я, глядя на нее, и любая девочка, глядя на нее, и любой парень, умный, глядя на нее, может понять, что моя жена может быть вот такой. А это очень красиво. Потому что мы не можем быть всю жизнь молодыми, но мы можем быть всегда красивыми. А вообще скажи, в целом, русские женщины стали в последние годы, что называется, лучше одеваться, лучше выглядеть? Нет, мы всегда... Или наоборот. Мы всегда нарядные просто. Мы очень открахмаленные, нарядные. Прям обувь, как будто только что из-за универмага. Пальто прямо накрахмаленное стоит. В нас нет... То есть если в Европе, наоборот, очень много неухоженности, как бы назвали это в России. Хотя это жизнь. Человек не должен быть все время в предпродажной подготовке. Тем более, если ты замуж вышла. Что ж ты с утра уже как на это, на выданье. Понимаешь, вся готовая. Еще надушилась. В Европе этого нет. Я в лифт иногда утром захожу. Да, а в лифт. Иногда я падаю. Да. Я прям выхожу из подъезда, и у меня мухи прям с потолка. Как это попало в легкое. Это медный купорос. Причем, ладно бы, если это был бы парфюм, который всем может нравиться. Но он некоторый даже не дневной, не утренний. Он такое ощущение, что... Нет, конечно. Тяжелый, что в балаган же не мастер. Знаешь как? Это называется... Бить на улице неприлично, она вот так бьет парфюмом сразу всех. Конкуренция уходит. Я зашла, я здесь. Я здесь. Вот, поэтому в Европе очень много женщин, которые невероятно симпатичны, но они не супер ухожены, но мне нравится, в этом есть природа. А наши все в футляре. Сумка несет ее аккуратно, пальто, обувь, прическу видно все утро, хреначила себе объем в корнях, чтобы вы... Я не понимаю. Это немножко не про человека. Тогда расскажи... Мне кажется, что ты тоже не человек, потому что... Может быть. Столько у тебя ты робот, смотри, ведущий на канале НТВ с Надеждой Бабкиной. А это, как говорится, может отнять не только силу, но и годы. Да. Бизнес, салоны красоты, и... Кофе. Я узнал, что ты председатель ТСЖ. Вот так должен выглядеть председатель ТСЖ, чтобы дома было красиво. Представляешь, меня избрали соседи, я, ну, как бы это было... Ты выдвигался или они сами тебе предложили? Нет, 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 ты что? Я тихонечко... Я активный, очень гражданин. Я, правда, слежу, я делаю замечания, если неправильно паркуются. Я, если кто-то бросил сигарету на пол, я сделаю замечания. Я, правда, я, знаешь, такой, я, наверное, уже, как говорили же, что-то москвичи такие очень... Вредные москвичи. Вот я, наверное, вредный москвич, потому что... Ты самый стильный душнила. Да. Но я очень люблю порядок. Я считаю, что если вы находите... Понимаешь, в чем дело? Если вы у меня в гостях на моей улице, не надо, ну, как бы, вот, мусорка, ну, нельзя, бутылки и все остальное. Поэтому я бегал, всегда делал замечания, все соседи это видели, что я ругаюсь, знаешь, припаркуется на въезде во двор человек, и все. Я вот разбираюсь, мне не лень. И тут они мне звонят и говорят, Лислав, мы решили, что вы будете председателем ТСЖ. Я говорю, не-не-не, ребят, ну... I'm stars, no... I'm celebrity, no... Они говорят, не-не-не, председатель ТСЖ. Мне кажется, ты самый известный председатель ТСЖ. Я понял, что моя иллюзия по поводу того, что я рок-стар, немножко рухнула. Вот, но они как бы все, они говорят, мы за вас проголосуем, мы будем вам помочь. Это бесплатно ты делаешь? Конечно. И теперь, когда я приезжаю куда-то, сам понимаешь, сдавать документы, там начинается шорох. Шорох. Здравствуйте. Здравствуйте. А что из этого... Я не задал вопрос. Что из этого ведущий бизнес салон красоты ТСЖ... Гастроли. Что из этого забирает... А, гастроли еще. Гастроли. А больше времени на гастроли тратится? Нет, больше времени тратится на салон. Он у меня находится прямо внизу, в моем же подъезде. То есть я живу наверху, а салон внизу. И кафе рядом. И я, соответственно, весь день там. Я консультирую клиентов, подбираю образы, стрижку, цвет. Я все время тестирую кофе, чтобы он был вкусный. О! Да. Какой твой любимый? Я фанат. Я люблю флет. Я люблю кофе, я фанат, и я тестирую. И ты не можешь выйти из дома, когда у тебя подъезд, и соседняя дверь – это салон. Ты не можешь выйти из дома и не зайти. Поэтому, так как я там все время присутствую, я считаю, что больше всего времени я отдаю этому. Чуть-чуть гастроли, чуть-чуть телеведущей. Скажи, пожалуйста, гастроли. А выпало ли из твоего райдера три буквы? Это РЖД. После того, как ты рассказал про поезда. Как ты сейчас добираешься до городов, где у тебя гастроли? Этот пост неправильно поняли. Там-то как раз было написано неправильно. Это удивительно. Ну, это вот пожалуйста. Понимаешь, надо все раз… Фишка-то в том, что поезда, вот все поезда, в которых я ездил, все абсолютно, это суперкрутые поезда. Суперкрутые. Но, правда, побил рекорд поезд Минск-Москва. Вот прямо… Ну, просто все в коврах. Просто все. Просто ковер тут, ковер тут, тут, тут. Все, ковер. А я из Баку, я ковры люблю. Поэтому Минск-Москва это прямо number one для меня. Есть ощущение, что сейчас началась реклама РЖД с участием Владислава Лисавца. Это правда. Ты знаешь, я тебе честно, я всю жизнь, я из семьи железнодорожников. Все детство я ездил на поездах. Я обожаю поезда. Но со временем я стал в них плохо спать. Это много времени отнимает. Я не люблю. Но есть направление, куда проще добраться на поезде. Поэтому поезда офигенные. А с постом что-нибудь так? А я писал про поведение людей. Про поведение людей на перронах. Про тех, кто ездит в этих поездах. Про тех, кто ругает… Про мужчин, которые ругаются матом рядом с женщинами. Там про другое. Я задел народ. Я к РЖД, у меня нет никаких претензий. Такое обслуживание, как… Не потому что я лесовец. Я тоже спиродумал. Я лесовец. Они, наверное, понимают. И начинается вот это вот все погремушками, знаешь, трясти, баранки подбрасывать. Мало того, что лесовец. Еще и председатель ТСЖ. Да. А тут еще как бы… Еще и еду на гастроли, понимаешь? А еще вот таких вот на ботинках. Нет. А такое отношение ко всем. Девочки, как и в аэрофлоте, в принципе, очень услужливые. Причем работают очень молодые ребята. И питание, которое есть в поезде. Ну, правда, все супер. Но за пределы нельзя выходить. Я написал, что… А я выходил за пределы, то есть я выходил на перроны и наблюдал за поведением людей. А бычки под поезд, ну, когда есть мусорка. Когда ребенка, иди сюда. Я сказала. А потом нам с этим ребенком жить. Когда мама, женщина, с ним так разговаривает, какая у него может быть жена? Какую он жену себе выберет? Такую же, которая будет так разговаривать. Вот о чем был мой поезд. Пост. Не о поезде, а все, значит, что он плацкартным вагоном. Друзья, я в плацкарте даже в 72-м году не ездил. Понимаете? У меня родители, почетные железнодорожники. И мама, и папа. Онли, СВ всегда было. Онли. А ты с серебряной ложкой в квартиру родился. Это единственный люкс, который был в моей жизни. Поэтому я весь год ждал отпуск в Балтику, потому что ехали мы либо купе целиком, потому что папа и мама, почетный, папа почетный железнодорожник, мама с большим стажем. И, соответственно, у нас всегда было отдельное купе, папу все чай вот так подносили, понимаешь, что изюм, курага и все остальное. Ковры. Я никогда не ездил плацкартам. Я правда не очень это люблю. Поэтому там все, ой, надо ездить на нормальных поездах. Я ехал в роскошном поезде. И я, кстати, помню, самое было ужасное, что ехали шесть ребят молодых, которые обсуждали девушек. Ну, это классика жанра. И обсуждали не очень красиво. И употребляли такой, ну, как бы, я тоже ругаюсь. Я же, ой, я очень люблю. Я обожаю. И, ну, как бы, есть места. Есть женщина рядом, взрослая, ребенок, да? Ты должен фильтровать. Камеры. Камеры. Если ты на эмоциях дома, на кухне с друзьями вы ржете, вообще не вопрос. Ну, какой-то элемент культуры. И они стояли рядом, девочке было где-то 21 год. Она была наш, борт, как называется? Борт проводник. Борт проводница. 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 И вот она стояла, ну, как бы, с флажком и ждала, все ждали, все ждали отправления. И они стояли, они говорили такие вещи. Там звучал такой мат и такая грубость, что у меня реально, человека, который, в общем-то, ну, я не скажу, что я прям эстет такой. Я, ну, как бы, сам употребляю иногда очень жестко и очень жестко и люблю. Но это было настолько... и она стояла вот так. И я к ним подошел, говорю, ребят, ну, как, ну, это же может быть ваша сестра, ну, это же может быть просто женщина из вашей семьи. Ну, вы бы хотели, чтобы при вашей сестре вот так, вот, вот о чем был пост. О том, что очень мало стало культуры, мы мало друг друга уважаем. Очень хорошо, что со мной был такой культурный человек, но наш поезд, Владислав, подошел к концу. Как быстро, мы уже доехали. Мы уже доехали. Вот так быстро. Слава богу, не плацкарт. Вот такой у нас был интересный СВ. С нами были вот эти замечательные ребята. С нами были вы, наши дорогие одноклассники. Мы с вами прощаем. Я с вами прощаюсь. Владислава я отправляю. Через неделю у нас будет в гостях уже следующий герой. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Пока. Спасибо большое. Спасибо. С вами был Игорь Негода.